Ну что же, мы тогда приступаем к обсуждению всех последних новостей. Начнем с карты. Расскажи нам, что там. Расскажи, мы хотим это знать. Да, там все то же самое. Единственное, что злые российские языки, их блогеры, военные корреспонденты и все остальные, говорят, что вот мы тут все уже совсем окружили почти Лиман. И буквально не сегодня, а завтра там всем будет конец. Но это же они говорят, я не знаю. Наш генштаб скромненько признает там, ну редко дуб признал. Ну новое, там почти признал. Но как бы сильно не зарывается. Российские военные паблики кричат вообще жуткие страшные вещи. Посмотрят, мол, колодези там уже украинцы, которые южнее и так далее. Но мы же не верим, правильно? Мы ориентируемся на родной любимый генштаб. Родной любимый генштаб. И говорит, что мы медленно, но уверенно продвигаемся. Судя по названиям населенных. Ну, я думаю, это движение, вот мне так кажется, это движение уже не остановить. И ждет там их маленький симпатичный. Смотри, а это может остановить, если они будут пополнять мобиками, значит, части, которые находятся в районе Лимана, там, дальше туда и так далее. Да, одна дорога у них была, она под огневым нашим контролем уже, никто там уже ничего пополнять не будет. Там уже все, приехали. То есть до какой степени приедут? До Сватова и до Лимана и дальше? Нет, гнать будут до, они будут гнать мобиков под Сватово, там вторая линия обороны, там героические оборонятся. Это, это да, это я верю, потому что там сейчас ошметки, вот, как бы, такие, которые БТГ-то назвать нельзя, там, и РТГ скорее, ротные тактические группы. Вот они накачают их мобиками, скажут, доложат начальству, что они теперь боеспособны, и типа, боюйте дальше. Ну, то есть по существу, нет, вот понимаешь, идет дискуссия о том, что, он же говорит, мы еще не начинали, вот получается, что он начал. А начал он, это просто мобилизация, и раз у него есть живая сила, то вот именно там, на этих участках, где ужасно, вот они и выставят. Сегодня западные источники сообщили, что один из планов, поправьте меня, то ли Блумберга в этом сказал, то ли кто-то с отсылкой на свои источники о том, что собираются чуть ли не на Харьков опять кинуть мобиков, ну, видно из Балгоручной, как я себе это представляю, и, соответственно, с юга опять на Николаев и Одессу. Ну, вот, типа, пополнят живой силой, и пойдут, и пойдут, и пойдут. Плановы не громадят, и на Киев снова кинутся, и так далее, и так далее. Тут вопрос, насколько, насколько эти планы выполнимы. Ну, смотрите, вот берем киевский вариант. Значит, эти герои приехали сюда элитными частями, десантники, там, вперед, 15, лучшие мотосилковые подразделения, и чуть больше, чем за месяц, мы их отпинали и пошвырнули отсюда. А количественно? Вот, если бы их пришло, не 50 тысяч, ну, хорошо, да, 45, а если бы их было 100 тысяч? Да, никакой разницы, 100 тысяч было бы еще хуже, потому что одно... Вот, объясни, объясни. Одно из главных проблем под Киевом было то, что было слишком много войск. Местность не позволяет использовать такое количество войск. Но тогда для нас война была большая, масштабная диковинка. Через день они оказались под Киевом, там, мосты пока все взорвали, пока всю оборону там развернули. Всякое такое. То есть, сейчас там и готовы, чуть больше, чем полностью. Вот, и приезжают люди, которые, ну, вообще ничего не умеют. Но это все равно, что против Мохаммеда Алии выставить, я не знаю, что десятиклассника, который там педликает на скрипке. Можете представить, что с ним? Могу себе представить. Элитные части легли за месяц, как бы легли и отошли. А мобиков мы уделаем, ну... Сильно быстрее, мне кажется. Насколько? Разве что количество будет там... Ну, не важно даже по срокам, как мы их уделаем. Важно, что мы их, а, гарантированно уделываем, потери будут страшные. Они, б, ничего не добьются. Они не умеют, Марк. Просто не умеют. Военное дело одно из самых сложных, которые есть у человечества. Научиться воевать. Мы должны это обсуждать, потому что нас смотрят потенциальные мобики, а может быть и сами мобики, и они не понимают. Они считают ногами затопченным, как они заявляли в одном видео. Они не осознают, что такое война в Украине в 21 веке. С тем набором, который есть. Осознайте, что вы выходите боксировать с олимпийским чемпионом по боксу. Вашим весе. Хотя бы. Это то, что вас ждет. Смотри, давай еще раз вернемся к карте. Что происходит на юге под Херсоном? Есть ли какие-то изменения? Дайте же договорить. А, ну, пожалуйста. Когда мы лупили российские, все нашим мобикам любимым. Когда мы лупили российские части под Киевом, у нас был взрослый дефицит боеприпасов, жесточайший. Да, мы помним. Представляешь, какими слезами выпрашивали. Ну, могу привести такой пример. Было 14 группировок крупных российских вокруг Киева. Мы доставали только до трех. Могли бить только по трем. И этого хватило. Вот. А сейчас, простите, Химарсы. Новые тут сегодня нам анонсировали. Это сейчас отдельно расскажешь. Нам надо получить удовольствие. Да, у нас, значит, эти самые. 155-е. Слушайте, у нас опыт. У нас пристреленная местность, которую мы знаем. Все каждое. Мы же уже проводили эту оборонную операцию. И тут эти придурки припираются людьми, которые никогда здесь не были. В большинстве своем. Воевать не умеют. А мы их встречаем, так сказать. Знаешь, что у Химарса есть такая злая ракета. Она подрывается в воздухе и накрывает огромные площади в Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа-Альфа. Как раз для таких случаев. Для всех этих стрелковых батальонов. Раз и нет батальона. Раз и нет батальона. Понимаю. Как коровый язык. Мы ждем их с нетерпением. Так. Ладно. Это мы еще сейчас обсудим. Давай мы вернемся к карте. Мы все-таки должны... Потому что нас упрекают, что мы с тобой часто пускаемся в обсуждение. Они вытормаживают на бахмутовском направлении очень сильно. Так. Давай бахмут. Сильно подочерпались. Мы видим, стрелочки нарисованы. Георически. Да. Но реально они подсдохли уже очень. Конкретно. Понятно, что нам шурует артиллерия. Лупит и так далее. Но в стиле типа Ура! Мы идем в пехотные атаки. Такого все меньше и все жиже. Вот. Как бы, да. Поэтому дальше мы идем, значит... А, кстати. Давайте секундочку. Вернемся к киевской оборонной операции. Второй, если такая случится. У нас на Волынском и Житомирском теперь все то же самое. Раньше этого не было. То есть там мешочек ждет их просто со всех сторон. С любовью. Как бы с трех сторон теперь. Теперь идем дальше, да. Значит, вот у нас Бахмут, севернее и южнее. Там они вытормозились, потому что потенциал потеряли наступательно. Теряют медленно. В силу того, что сверхценность на этой войне – это мотивированная штурмовая пехота. Ее все меньше, потому что они кладут ее в боях. И несмотря на локальную концентрацию артиллерии, все равно это ближние пехотные бои. Я же говорю, они обстреляли позицию, мы отступили, они зашли на нее, мы их выбили оттуда. Мы нанесли в этом месте за неделю два таких маленьких тактических контр-адара на ключевых направлениях. Их остановили. Не буду говорить, где, потому что генштаб не признает. Тормознули и отбросили. Просто признают, что отбросили. Ну, по карте, кто внимательно, тот увидит. И это показывает, что если удаются контрнаступления, контрнаступательные действия, то значит потенциал потихоньку исчерпывается. То есть единственное направление, на котором они наступали. И оно начало подздыхать. Десконцентрированная огневая мощь, дисконцентрированная мотивирована штурмовая пехота и так далее. Дальше мы идем в Горловка, Марьенко. Там без особых штурмовых действий. Там, видите, стрелки, видите, поредели и так далее. Там в основном обстрелы. Иногда работает авиация, но в целом уже никто никуда не двигается. Вот, да, жаловались злые их языки, злые. Точнее, очень обиженные языки. Жаловались, что на Угледарском направлении и на Марьинском направлении кто-то выхватил люлей и начал отступать. У них. Мы этого тоже не признавали. Я говорю то, что говорят российские чаты. А верю в собственном генштабе. Но такие слухи у них ходят, что им там тяжело, тревожно. Если это так, вдруг представим на секундочку. Третье направление. Пусть маленькое, но симпатично. Значит, что у нас там. Запорожское там бодание артиллерии и авиации. Там без особы, кстати. Там 93-я выложила, по-моему, два сбитых Су-25. Они под вопросом, потому что дым там вдали какой-то. Ла-ла-ла. Точно не видно, что падал самолет. Но два пуска было. И полбы дыма поднялись. Су-25 штурмовая авиация решительно не везет. Российская сейчас. Теперь херсонское направление. Ну, там, как бы мы продолжаем нашу операцию по нанесению огневого поражения войскам противника. Используя те же самые ХИМАРСы. 155 миллиметров, другую технику. Лупим, лупим, лупим. И по переправам. Лупим и по командным пунктам. По головам, по складам. Там идет стандартная обработка. Его в ноль в землю мы их забиваем. Для того, чтобы в какой-то момент, когда они умрут все. И потеряют способность сопротивляться на земле. С ними случились разные чудеса. Когда это будет, непонятно. Но пока мы их уверенно просаживаем в огневом машине. Очень конкретно. Просто молотком. Бам, 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 бам. Бам, бам. Как бы копится, копится, копится. И реализуется. Так что там им грустно.